Крылья Он поднялся в небо на крыльях, которые сделал его отец Дедал. Но полет был недолгим. Икар упал в море и утонул. Отец предупреждал его, не поднимайся высоко. Солнце растопит воск, который соединяет перья, и конструкция может не выдержать. Этот миф, возможно, первое упоминание в истории человечества о науке летать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сердце российской авиационной науки Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Испытание модели новейшего российского пассажирского самолета МС-21. МС-21. Его маршруты ближней и средней дальности. Он станет основным самолетом, связывая не только российские города, но и столицы европейских государств. Самолетом МС-21, он композитный, у него больше удлинения крыла. И в этом смысле самолетом МС-21, конечно, крупный шаг вперед с точки зрения новаций, которые там есть. В Новой России подобный проект ждали давно. И он получился полностью отечественным. От разработки до изготовления. Главная задача аэродинамиков – это максимизировать аэродинамическое качество или получить минимальное сопротивление, и чтобы обеспечить необходимую скорость полета. Аэродинамика всех летательных аппаратов, самолетов, вертолетов, ракет нашей страны ЦАГИ занимается уже сто лет. В 1918 году лучший самолет нашей страны, четырехмоторный биплан Илья Муромец, развивал максимальную скорость 135 км в час. Дальность полета была 500 км, а максимальный потолок не превышал 3500 метров. В начале прошлого века авиастроение – удел энтузиастов. Но для создания безопасных и надежных самолетов нужен был системный подход. Еще до революции 1917 года профессор Николай Егор Джуковский создал при Императорском Московском техническом училище аэродинамическую лабораторию. А 1 декабря 1918 года по указанию председателя Совета народных комиссаров Владимира Ленина Жуковского назначили первым руководителем Центрального аэрогидродинамического института. Тогда, в разгар гражданской войны, молодое советское правительство принимает решение авиацией страны Советов быть. И уже к 1926 году построена крупнейшая в мире аэродинамическая труба. Это величайшая труба в истории человечества. Потому что в тот момент, когда она была пущена, 31 декабря 1925 года, она была самой большой в мире. Ее конструкция была совершенно оригинальной, уникальной, полностью деревянной. В стране просто не было столько металла на эти вещи. Труба Т-1-2 не музейный экспонат. Она работает и поныне, почти целый век. Вентилятор сделан в 1925 году. И за 93 года его работы ни один мастер не прикоснулся рукой к его поверхности, чтобы что-то там поправить. Здесь продуваются модели зданий и крупных городских сооружений. Перед реставрацией испытывался монумент рабочей колхозницы. Высотки Москва-Сити. Проект гигантского смотрового колеса для столицы. Скорость потока в трубе не высока, но в 20-х это был предел мечтаний ученых всего мира. В новой, самой крупной для того времени аэродинамической трубе начали испытываться наряду с моделями натуральные части самолета. Ни один тип самолета теперь уже не поднимался в воздух, прежде чем его модель не проходила испытаний в Дании. 20-е и 30-е годы прошлого века. Период бурного развития авиации в нашей стране. Время первых рекордов. И все они родом из ЦАГи. У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь, сказал товарищ Сталин. Советскими авиаторами был поставлен рекорд дальности полета. 9600 километров. Это перелет через Северный полюс на самолете АНТ-25. Скорость уже 250 километров в час, а потолок полета почти 8 километров. С 1935 года на пассажирских воздушных линиях страны только отечественные самолеты. Скорость современных летательных аппаратов приближается к гиперзвуковому диапазону. Именно в технопарке ЦАГи, новейшей инновационной лаборатории, рождаются новые формы самолетов грядущего. Лаборатория занимается численным моделированием турбулентного горения в высокоскоростных потоках. То есть это камера сгорания перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов. Разработка гиперзвуковых летательных аппаратов – главная задача всех авиационных центров мира. Полет со скоростью числа МАХА свыше пяти, а это в пять раз быстрее, чем скорость звука, еще вчера казался фантастикой. – Передовая научная лаборатория, которая занимается газодинамикой сверхзвуковых и гиперзвуковых двигателей, которые лягут в основу будущих летательных аппаратов. И это, конечно, не сегодняшний день, не завтрашний, это послезавтрашний день. Труба Т-117 дает возможность теорию перевести в практику. Скорость воздушного потока в трубе приближается к первой космической. Число МАХА свыше восемнадцати. – Это единственная труба в Европе на такие диапазоны, на такие режимы исследований. Ну, есть, конечно, аналоги в Соединенных Штатах. И сейчас построена близкая по параметрам труба в Китае. Но до какого-то момента у нас не было конкурентов по возможностям этой трубы. Здесь два приложения. Это космическая техника и военные приложения. Передовые научные исследования – основа обороноспособности страны. Именно здесь многие новейшие разработки для военных целей получили путевку в жизнь. 41-й год. Фашисты приближаются к Москве. Немецкая авиация бомбит мирные города. Нападение было вероломным. Опыт советских летчиков уступает опыту летчиков Люфтваффе. Германия превосходит и в технике. Двигирующий бомбардировщик Петляков-2 устанавливается на аэродинамические весы. Надо было срочно создавать маневренные быстрые самолеты с мощным вооружением. Самая крупная труба ЦАГИ Т-101. Здесь мог бы поместиться зрительный зал Большого театра. Построенный незадолго до Великой Отечественной войны. Конструкторы всегда приезжали смотреть, как ведет себя поток на больших углах атаки. Андрей Николаевич Туполев приезжал и смотрел вот с балкончика сверху. Сегодня Т-101 символ ЦАГИ. Давай, давай, давай! Возможности 101-й трубы позволили в короткие сроки в тяжелых условиях военного времени переломить ситуацию в небе на фронтах Великой Отечественной. Раньше самолеты были маленькие. Они помещались сюда в трубу с работающим двигателем, с пилотом в кабине. И мы выдавали заключение о первом вылете, если все было хорошо. ЦАГИ дал старт серийному производству всех военных самолетов и вертолетов. Скорость и маневренность наших истребителей обеспечивает превосходство советской авиации на поле боя. Начало эры реактивной авиации. Истребитель МиГ-15 стал самым массовым реактивным самолетом в мире. Его аэродинамическую компоновку создали в ЦАГИ совместно с КБ «Микоян». Скорость самолета превысила 1040 км в час, дальность полета 1400 км, а практический потолок более 15 тысяч метров. Трансзвуковая труба Т-106 появилась в самые сложные для страны годы в середине войны и работала тогда в три смены. Благодаря испытаниям самолеты изменили аэродинамическую форму и стали летать намного быстрее, преодолев звуковой барьер. Именно в трубе Т-106 довели до совершенства идею стреловидных крыльев, без которых невозможны полеты на высоких скоростях. В этой трубе отрабатывалась аэродинамика практически всех и до сих пор отрабатывается практически всех самолетов СССР, самолетов России. Эта труба позволяет изучать особенности обтекания на дозвуковых и транзвуковых режимах полета. Ту-144 первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер. Суперпроект объединил десятки новаций в авиационной науке, главная из которых необычная до этих пор аэродинамика. Авиация, как одно из самых главных средств транспорта, всегда пыталась ответить на основные вопросы традиционные для человечества, быстрее, дальше, выше. И тот успех, который был достигнут на Ту-144 и красивым с точки зрения аэродинамической формы и совершенным с точки зрения безопасности, на настоящий момент является базисом, на котором выстраивается современная сверхзвуковая техника. Сегодня в России вернулись к идее сверхзвукового пассажирского самолета. Ключевая роль в создании нового авиалейнера отведена ЦАГИ. Тем более, что такая задача уже была решена в конце 60-х годов 20-го века. Ту-144 первый в мире гражданский сверхзвуковой самолет. Его аэродинамическая схема разработана учеными ЦАГИ во взаимодействии с КБ имени Туплева. Скорость лайнера 2,2 маха на высоте 16 тысяч метров. Максимальная беспосадочная дальность перелета с полетной нагрузкой 6250 километров. Высота крейсерского полета 16 километров. ЦАГИ это не только аэро, но и гидродинамика. Гидролаборатория института. Строил его в свое время еще Андрей Николаевич Туполев. Закладывал лично, то есть проектировал лично и принимал непосредственно участие. 6 метров готово. Основа гидролаборатории большой бассейн. Над водой по рельсам движется специальная платформа. Под ней модель летательного аппарата. Максимальная скорость 16 метров в секунду. Моделируется волна в масштабе до 5 баллов, чтобы отработать все сценарии взлета с воды или посадки. У нас также один из ключевых испытаний это аварийная посадка наших самолетов и вертолетов. То есть когда случается отказ допустим системы или допустим нет у нас не работы двигательного нужно приземлиться и спасти пассажиров. ЦАГИ дал путевку в жизнь знаменитому Бе-200 самолету-амфибии. Летающая пожарная машина без посадки быстро на скорости до 180 километров в час забирает воду для тушения огня. Уникальная технология для которой понадобились специальные аэродинамические гидродинамические инженерные решения и прочность конструкции. Каждая заправка столкновения с водной поверхностью. ЦАГИ гарантировал большой ресурс эксплуатации самолета-амфибии. В этой лаборатории ЦАГИ в зале ресурсных испытаний элементы конструкции летательного аппарата пытаются сломать. Их не жалея нагружают до расчетных пределов. Весь жизненный цикл самолета, который соответствует где-то 30-40 годам, мы стараемся сымитировать где-то за 3-4-5 лет. В процессе испытания также самолет исследуется на нагруженное деформированное состояние, смотрится развитие каких-то повреждений, определяются критические места, определяются те места, за которыми потом в процессе эксплуатации необходимо будет следить на аэродромах. Мы исследуем конструкцию, включая фюзеляж, оперение, левую и правую консоли крыла, шасси и зоны ее навески. И все остальные агрегаты и детали самолета на наличие усталостных повреждений. И это все делается для того, чтобы в реальном полете эти повреждения не привели к катастрофе с человеческими жертвами. ЦАГИ сертифицирует все российские самолеты. На стенде лайнер Сухой Суперджет 100. Уже в эксплуатации, но испытания продолжаются. любые изменения в конструкции лайнера подтверждаются сертификационными испытаниями в ЦАГе. Теоретические исследования, моделирование и натурные работы в ЦАГе это обязательный элемент, предшествующий созданию самолета или сопровождающему созданию самолета или иного летательного аппарата. Великая вещь такая, как открытие ЦАГи в области теории флаттера, обезопасило создание авиационной техники и снижение технических рисков, в общем-то, не только для нашей страны, но это достояние человечества уже. Во время эксплуатации самолеты модернизируют. Нормы в области авиабезопасности становятся все жестче. Поскольку ЦАГи участвует на всех этапах создания летательного аппарата, то вопрос безопасности полетов, значит, факторов риска безопасности, он стоит на первом плане. Новейшая разработка ЦАГи — аэрохолодильная установка. На ней изучают поведение самолета в сложных погодных условиях. Обледенение — одна из главных причин авиакатастроф. Из атмосферы труба засасывает при помощи вентилятора холодный воздух. Далее в этот холодный воздух коллектор, который находится за моей спиной, добавляет капли. Эти капли определенного размера, и они соответствуют тому размеру, который реально присутствует в облаках, в которых и происходит обледенение летательных аппаратов. Далее эти капли летят вместе с холодным воздухом вниз по потопу, охлаждаются до его температуры, несмотря на то, что их температура ниже температуры замерзания, она может быть и минус 20 градусов, и минус 30. Вот они достигают той же температуры, оставаясь жидкими. Именно так и происходит обледенение в облаке. Эта труба дает возможность гарантировать безопасность полетов. Одновременно возрастают требования к экологичности лайнеров. Акустическая камера ЦАГИ. Элементы конструкции самолета испытывают в абсолютной тишине. Требования последних лет. Полет должен быть тихим. Вам кажется, что шумит двигатель, а на самом деле шумит планер. Обтекаются шасси, обтекается крыло, и этот шум оказывается превышает шум двигателя. И вот на самом-то деле наша задача снизить все источники шума самолета. Их очень много. Сегодня полет современного лайнера почти не слышен. За 70 лет здесь решено множество сложнейших задач, определены принципы, по которым все мировые корпорации строят самолеты. Наше отделение акустическое было создано сразу после полета Гагарина в конце апреля 61-го года. 12 апреля 61-го года. Начало эра пилотируемой космонавтики. Для ЦАГи это новый вызов. Все ракеты носители пилотируемые космические корабли и спускаемые аппараты проходили испытания в институте. самая современная в ЦАГе и одна из лучших аэродинамических труб мира Т-128. Сейчас тестируется новый российский космический корабль Федерация. Это крупнейшая в России промышленная трансвуковая труба. Мощность установки 100 тысяч киловатт. Уникальность трубы это сменные рабочие части. Пока испытывают одну модель, к экспериментам готовят другое. Все готово! все гражданские и военные самолеты созданные после 80-го года испытывали здесь. Для того, чтобы измерить давление, нужно его принять. Маленькие точки это точки приема давления. Там небольшое отверстие 0,5 миллиметров диаметром и дальше внутри идет трубочка до модуля давления, уже не датчик, а целый модуль давления, который опрашивает все эти точки и на выходе уже идет сигнал на систему сбора и обработки данных. Работа датчиков синхронизирована с комплексом управления. Система опрашивает каждый из них, анализирует информацию и начинает испытания под новым углом атаки. Все материалы отправляются разработчику. На основе этих данных конструкцию корабля совершенствуют. Одним из самых сложных испытаний стала подготовка к полету уникальной космической системы «Энергия Буран». В середине 80-х в проекте больше сотни предприятий. Система не имела аналогов в отечественном самолетостроении. Космические скорости и температуры, прочность и теплозащита были проверены в сотнях экспериментов. ЦАГИ обеспечил лучшие аэродинамические характеристики для орбитального самолета. 15 ноября 1988 года. Космический корабль-ракетоплан впервые в мире совершил полет в автоматическом режиме без экипажа на борту. Мы вывели Буран так и потом в автоматическом режиме его посадили и вернули в часть того оборудования, которое использовали в космосе. Вот что надо сделать сейчас. Многоразовые можно делать какие-то ракеты, которые возвращаются так же, как вот поезд Москва-Ленинград идет туда и он же возвращается. В планах были и пилотируемые пуски. На специальном стенде обучались пилоты Бурана тестировались системы управления летательным аппаратом. Конек ЦАГи это сочетание экспериментальных и расчетных и аналитических методов. У всех специалистов ЦАГи свои игрушки и у динамиков ЦАГи главные игрушки это пилотажные стенды. Динамику полета всех самолетов будущего вначале проверяют на цифровых пилотажных стендах. Это один из основных. Моделируется поведение боевых самолетов. Получили разрешение на взлет. Плавно выводим обороты максимал. Начинаем разбег. Контролируем нарастание скорости. Пошла скорость поднятия переднего колеса. Летчик-космонавт Антон Шкаплеров на виртуальном МиГ-29 демонстрирует фигуры высшего пилотажа. Сейчас мы преднамеренно ведем самолет штопор. Программу полета и крутые виражи просчитывают мощные компьютеры. Обзор 360 градусов. Самолет вошел штопор. Начинается вращение самолета. Первый оборот пил. Второй. Высота 3000 падает. Без полетов на стендах ни один самолет не поднимается в полет настоящий. Летчики испытатели отрабатывают все действия на тренажере. Переходим к программе испытаний на сваливание самолета МС-21. Запускаю первый сценарий. Специалисты института вместе с пилотами изучают, как поведет себя самолет в сложных метеоусловиях или на критических углах атаки. Здесь испытываются самые разнообразные самолеты Ил-96 и Ту-204. Потом был самолет сухой Суперджет. В настоящее время исследуется самолет МС-21, который уже совершил первый вылет. Исследовалось большое количество военных самолетов. В зале не только самолетные, но и вертолетные пилотажные стенды. В ЦАГе проводятся испытания аэродинамики фюзеляжа, узлов и агрегатов всех винтокрылых машин. Все советские и российские вертолеты в той или иной мере проходили через ЦАГе по всему спектру научных исследований, начиная от аналитических исследований, расчетных, экспериментальных в области аэродинамики, динамики полета, систем управления. Родом из ЦАГе новые аэродинамические компоновки с оригинальной конструкцией соосных винтов, как у легендарного К-52 «Аллигатор». Удалось добиться и серьезного улучшения маневренности, как у знаменитой черной акулы К-50. При участии сотрудников института создана гордость советских и российских вооруженных сил истребителей Су-27 и МиГ-29. Революционные технические решения сделали их маневренными и неуязвимыми. Заложенные в эти самолеты технологии открывают широкие перспективы. Еще одно детище ЦАГи истребитель-перехватчик МиГ-31. Отдельное внимание бомбардировщику ракетоносцу Ту-160. Легендарный Белый Лебедь проходит все этапы модернизации при участии сотрудников института. Сегодня готовится новый революционный проект сверхскоростной перспективный боевой вертолет. Скорость более 400 километров в час. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 Белый Лебедь. Эти машины созданы в 70-е и 80-е. Международные эксперты признали советская авиапромышленность в тот период была лучшей в мире. Пролетают четыре легких фронтовых истребителя МиГ-29. Оборудование самолета позволяет выполнять задачи в любых метеоусловиях днем и ночью. Советский истребитель МиГ-29 обладает лучшей в мире аэродинамикой разработанной в ЦАГе. Его максимальная скорость достигла 2,5 тысяч километров в час. Дальность полета 2100 километров, а практический потолок 18 тысяч метров. МиГ-29 до сих пор стоит на вооружении 30 стран. ЦАГИ крупнейший научный центр. Здесь разработана методологическая база для исследований любых летательных аппаратов. Опыт и знания накапливались целый век. Если посмотреть по штатному составу, значит, порядка 30% молодых специалистов, то есть это ребята, которым до 35 лет. Если брать исследователей, то порядка 40% это люди, которым до 35 лет. В среднем в ЦАГе защищается в год порядка 6-7 кандидатских диссертаций и 2-3 докторских. Одно из перспективных изобретений ученых ЦАГи электронная труба. Она дополняет эксперимент в аэродинамических трубах, увеличивает его информативность. На первом этапе действительно проходит сравнение реальной физической модели с теми результатами, которые мы получаем, а на следующем этапе мы из расчетов вытаскиваем специальной обработкой дополнительную информацию, которая в реальном физическом эксперименте недоступна. Именно комплексный научный подход гарантия успеха. Модель для исследований в трубах в десятки, а то и в сотни раз меньше оригинала. Соответствие должно быть абсолютным. Опытное производство ЦАГИ. Здесь строят модели летательных аппаратов, чтобы воссоздать любой элемент конструкции, размер которого в реальном самолете превышает один миллиметр. Изготавливаются основные элементы аэродромических моделей, сложно профилированные. Это консоли крыльев, это вертикальное оперение, горизонтальное оперение и элементы фюзеляжа. С появлением данного обороны для наших ученых нет ограничений для простора мысли. Это все исполнимо. Зал статических испытаний. Новейший российский лайнер МС-21. Узнать его в таком в таком виде могут только специалисты. Фюзеляж, крыло и оперение опоясаны специальными устройствами. Приводы круглосуточно испытывают самолет на прочность. Это один из финальных этапов перед сертификацией лайнера. Мы ведем экспертизу материалов доказательной документации ответственных технических решений. И объем такой экспертизы ежегодный по самолетам, вертолетам, не только новым, которые сейчас строятся и разрабатываются, но уже и активно эксплуатируемым, он очень большой. Мы ежегодно выпускаем порядка 600-700 ответственных заключений и технических решений по отечественной летающей авиационной технике. 21-й век эра истребителей пятого поколения. Новейший российский истребитель Су-57. Его уникальную аэродинамическую компоновку создали в ЦАГе во взаимодействии с ОКБ Сухого. Су-57 это сверхманевренность, малая радиолокационная инфракрасная заметность, сверхзвуковой крейсерский полет, укороченная взлетно-посадочная дистанция. Если вы создаете традиционный самолет, традиционные схемы, в традиционной области углов атаки и скоростей летающих, риски будут минимальными, небольшими, скажем так. Но если мы хотим чего-то действительно прорывного, мы хотим продвинуться в области оптимизации аэродинамического облика, пассажирского самолета, боевого самолета, то без моделирования, без продувок в ЦАГе не обойтись. Самолеты известных международных авиакорпораций тоже проходят испытания в ЦАГе. Здесь многие ведущие компании исследуют и совершенствуют узлы и агрегаты своих новейших лайнеров. С нами работают более 60 фирм в таком глобальном масштабе практически со всех континентов мира. Такие как Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer и так далее. И международная кооперация помогает нам скорректировать, уточнить нашу собственную стратегию научных исследований. С первых дней основания Центральный Аэрогидродинамический институт стал одним из лидеров в мировой авиационной науке. И взлет ЦАГи продолжается уже век. Празднуя сейчас столетие, мы понимаем, что мы празднуем не просто 100 лет ЦАГи, мы празднуем 100 лет авиационной науки, мы празднуем с небольшим опозданием 100 лет вообще авиации в России. И вот этот факт, что ЦАГи является центром авиационной науки или даже можно более громко сказать центром прикладной науки, определяет всю историю становления высокотехнологичных отраслей в стране. Сегодня в детском инновационном центре ЦАГи полным ходом идет подготовка к очередным соревнованиям. В полет отправятся модели, которые дети сконструировали и сделали сами. В будущем я буду инженером изобретателем работать в ЦАГи, изобретать новый самолет, который будет иметь очень большую скорость. Предсказать будущее нелегко, порой невозможно. Однако в ЦАГи за горизонт смотрят уверенно. Ведь именно здесь формируется идеология полета грядущего века. «Строект» «Строект» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok